Здравствуйте, уважаемые зрители! В данной части мы продолжаем обзор военно-политического противостояния в Европе и мире с 2016 года по 2020 год, где мы узнаем, как же изменился подход двух блоков именно в 2016 году и позже, в каком году и когда стартовала Вторая Холодная Война. Начнем. В 2016 году начинается учение НАТО Cyber Strike 2016, где усовершенствуется система переброски войск из Германии и Италии в Балтийские страны с помощью дорожного марша в тысячи километров через всю Центральную и Восточную Европу. В дальнейшем это станет одной из составляющих многих учений НАТО. И Россия не остается в стороне. Так начинается массовая переброска войск из Екатеринбурга, Самары и других регионов России на запад к границам Беларуси и Украины. Очень важным элементом являются масштабные британские военные учения по переброскам войск и их развертыванию, которые прошли в Иордании. Так в Министерстве обороны Великобритании посчитали необходимым иметь возможность обеспечить боеготовность армии для развертывания и поддержки вооруженных сил численностью до 30 тысяч человек в любой точке мира. Британские вооруженные силы насчитывали тогда 140 тысяч человек. Готовность одновременно перебросить около четверти этого количества – это очень сложная и трудоемкая задача. И самое главное, для чего все это было необходимо. Многие аналитики утверждают, что данные учения никак не относились к событиям на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. И связывают их прежде всего с Украиной и странами НАТО в Балтийском регионе. Ведь в случае совместного с американским введением войск в данные государства, Великобритания и США таким образом формировали мощную коалицию. К тому же в мире не так много стран, которые вот так экстренно и мобильно могли бы перебросить в любую точку мира такое количество военных, оружия, техники и боеприпасов. В ответ на данные учения, российское военное руководство начинает проверку боеготовности Южного военного округа, который по мнению многих военных экспертов считался самым оснащенным оружием и техникой из всех российских военных округов. То есть еще раз подтверждается тот факт, что при учениях НАТО Российская Федерация в том же регионе начинает военные учения, или как это стало называться, проверки боеготовности. Фактически военные блоки уже воюют, просто не входя в горячий, то есть прямой контакт. В 2016 году проводятся самые масштабные учения в Польше, Анаконда-2016. Сценарий – это отражение нападения на Польшу крупных группировок войск, а такая численность вооруженных сил в данном регионе имеется только у Российской Федерации. Что еще раз подтверждает цели и истинную причину проведения учения. При этом отрабатываются отражения кибератак в информационном воздействии, за которыми следует непосредственное военное вторжение и оккупация части территорий. То есть все точно так же, как это было ранее в Украине. В то же время в Российской Федерации начинается очередная проверка боеготовности армии Российской Федерации, в ходе которой особое внимание уделялось мобилизационной составляющей вооруженных сил, состоянию резервных формирований, а также содержащимся на хранении запасом вооружений и военной техники. Параллельно с ней проводится командно-штабная тренировка белорусских и российских военно-воздушных сил по управлению авиацией и воинскими частями противовоздушной обороны. В западном военном округе начинается внезапная проверка боеготовности артиллерийских частей. В это же время проверки начинаются по всей территории Российской Федерации от запада до дальнего востока. Масштабы военных учений двух блоков поражали своим размахом. Они четко показывали друг другу о серьезности своих намерений не только обороняться, но и наступать. На фоне вторжения Российской Федерации в Украину в 2014 году на западе понимали, что нет ничего, что могло бы сдержать Россию в случае ее вторжения в любую другую страну Европе, кроме как силы. Только сила могла заставить Россию бояться наступать. Существует мнение, что Российская Федерация хотела напасть на страны Балтии по примеру Украины, начав гибридную войну, а потом оккупировать их. Вся ставка этого плана была сделана на то, что НАТО побоится начинать масштабный военный конфликт, который легко мог бы привести к началу третьей мировой войны. Такое вторжение могло бы легко также разрушить и блок НАТО. Ведь все поняли бы, что этот блок не может защитить своих союзников и что многим странам Европейского Союза нужно договариваться не с НАТО, а напрямую с Москвой. Но решимость США и экстренные переброски войск и техники в эти страны упредили любой такой сценарий. А кроме того, все понимали, что договариваться с Москвой нет смысла. У Украины был Будапештский меморандум, по которому она разоружалась, но Россия выступала гарантом ее территориальной целостности. Как оказалось позже, договор этот не стоил и бумаги, на которой он был подписан. Что подтверждало когда-то давнешнее заявление канцлера Германии Оттофон Бисмарка, что любой договор с Россией не стоит и бумаги, на которой он подписан. Только у многих европейских стран не было даже такого договора. Поэтому для них НАТО было единственным спасением от возможной агрессии Российской Федерации. Пока Российская Федерация увязла в гибридной российско-украинской войне, страны НАТО сработали на опережение в странах Балтии. Но и это еще не все. Ведь Российская Федерация категорически затягивала любые мирные переговоры с Украиной и категорически не хотела уходить с Украины. И возвращать все украинские территории под контроль Украины, это касается в том числе и Крыма. Такая ситуация говорила о том, что сначала целью Российской Федерации является Украина, а потом уже и все остальные страны Восточной Европы. Поэтому рано или поздно соседние с Российской Федерацией страны все равно столкнутся с Россией, если ее не остановит Украина. Но Украина тогда была еще не готова к масштабной войне. Да и мир был не готов. Украина отбила атаки Российской Федерации на Донбассе и освободила большую часть оккупированного России Донбасса. Но сил отвоевать Крым и оставшиеся территории Донбасса у Украины не было. Не было и современного оружия, и наличия необходимой боевой подготовки у большинства армии. Ведь Украина до этого многие годы, даже десятилетия разоружалась и в 2014 году оказалась не готовой к масштабному конфликту, к масштабной войне. Не готова к ней была и Россия. Потери Российской Федерации в Украине в 2014-2015 годах заставили Российскую Федерацию остановить вторжение и заморозить конфликт. И хотя ситуацию в Украине удалось стабилизировать, в переговорном процессе уже все понимали, Российская Федерация не свернет с данного агрессивного пути и не оставит Украину, оставляя тем самым и создавая новые угрозы для всех стран. Восточной Европы, да и не только Восточной. Именно тогда, на рубеже 2015-2016 годов, большинстве стран уже полностью осознали, что мир втянут в новую гонку вооружений, а войска с обеих сторон концентрируются вдоль общих границ. А параллельно с этим началось усиление вооружений и строительство новых военных баз, объектов, инфраструктуры. Впервые после окончания Первой Холодной войны, военные двух блоков снова оказались вплотную друг к другу у общей границы. Так, 8-9 июля 2016 года, прошу вас акцентировать внимание на этой дате, был проведен Варшавский саммит НАТО, на котором были приняты решения, определяющие параметры дальнейшего военного противостояния сторон. Именно тогда, в соответствии с официальной политикой политического руководства НАТОвских стран, руководством НАТО в ответ на агрессивные действия Кремля в Европе и, главным образом, против Украины, было решено разместить в союзных странах НАТО в Восточной Европе постоянные контингенты союзников на ротационной основе, строительство новых баз и объектов, усиление вооружений и т.д. Именно эту дату и можно считать началом нового глобального противостояния, началом новой, уже второй Холодной войны. Ведь именно тогда, вместе с усилением политического и экономического противостояния, началось уже военное противостояние, началась гонка вооружений. Началось кардинальное изменение в военно-политической обстановке не только в Европе, но и в мире в целом, которые постепенно переросли в новое глобальное геополитическое противостояние, противостояние между свободным демократическим миром и постсоветской авторитарной угрозой, на стороне которой постепенно начал появляться и коммунистический Китай, то есть противостояние переросло в новую холодную войну. Именно так и началась вторая холодная война. С агрессией в Украине стало ясно, что впервые после Второй мировой войны границы стран в Европе могут легко изменяться одним отдельно взятым государством. До этого в мире существовал четкий порядок, в котором акты агрессии были неприемлемы, а пересмотр границ силой невозможен. Аннексия украинского Крыма и война на Донбассе с последующим оккупацией части Донбасса показали, что никто не защищен в мире и против любого государства отныне могут быть совершены подобные действия. В мире начался переполох, ведь до этого нужно признать, весь мир разоружался, армии сокращались. Но возвращаясь к Европе, нужно подчеркнуть, что ежегодные военные учения в европейских странах, в том числе в Польше и странах Балтии в 2016 году, стали самыми масштабными по отношению к предыдущим. Ровно как и в целом проверки на боеготовность в российской армии. Важно отметить, что в октябре 2016 года Российская Федерация провела самую масштабную тренировку по гражданской обороне во всех округах. Было задействовано более 40 миллионов человек и около 200 тысяч специалистов и формирований. Такого российская история не знала со времен первой холодной войны между СССР и Западом. При этом в Румынии был введен в эксплуатацию комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore, является наземной версией корабельного комплекса Aegis. В его состав вошел радиолокатер N-SPY-1 и установка вертикального пуска МК-41 для 24 противоракет SM Block 1B. Эти ракеты являются частью так называемой и космической системы PRO-США. На следующий день, 13 мая 2016 года, состоялась церемония начала строительства комплекса Aegis Ashore в Польше, в Редзиково, в 180 километрах от российской границы. Там решили разместить радар N-SPY-1 и установку вертикального пуска для 24 более дальнобойных, чем в Румынии, противоракет SM-3 Block 2A. Комплекс был сдан в эксплуатацию в 2018 году. А пока рассмотрим события, которые развивались в 2017. Накал обстановки сил в Европе стал только усиливаться. Ежегодные учения 2017 года стали рекордными для Балтийского региона за весь период после распада СССР. В мае в Эстонии, рядом с границей СРФ, начались военные учения «Весенний шторм-2017». В них участвовали американские, британские, французские и немецкие танки. В то же время в Российской Федерации интенсивно продолжаются проверки боеготовности войск, особенно в приграничных с НАТО регионах. По состоянию только на май, их количество только в западном военном округе существенно превысило 100 проверок. В июне 2017 года США развернули в Ферфорде 8 стратегических бомбардировщиков. 3B52H, 3B1B и 2B2A. Все они участвовали в Балтопс-17 и Сайберстрайк-17. Параллельно в Белоруссии и под Брестом проходят учения Российской Федерации, Белоруссии и Сербии. Так называемое «Славянское братство-2017». В сентябре 2017 года в России начинаются самые масштабные российские военные учения в Европейской части за все последние 30 лет. Оперативно-стратегические военные учения «Запад-2017». При официально заявленных 12700 участвующих военных, реальное же их количество состояло около 100 тысяч человек. Масштабы учений насторожили всю Европу. Ведь именно под видом военных учений в 1939 году СССР вторгся в Польшу, разделив ее вместе с Германией и оккупировав ее восточную часть. И точно так же сконцентрировав войска у границы, были аннексированы Балтийские страны. И точно так же, только уже в 2014 году, перед началом войны на Донбассе, Россия проводила широкомасштабные военные учения вблизи границы с Украиной, в которых было задействовано как минимум 35 тысяч военных. А когда конфликт начался, и украинские защитники, военные, освободили практически всю ранее захваченную агрессором территорию на востоке Украины, Российская Федерация снова использовала своих военных, которые также участвовали в еще одних учениях вблизи с украинской границей. Результат уже прямое, ничем не прикрытое вторжение в Украину и гибридная война. Поэтому такие масштабы учений Запад-2017 могли говорить о создании еще одной гибридной войны в ближлежащих странах или же усилении агрессии против Украины. Формально направление учений в сторону Польши, однако учения могли нести опасность для всех стран Балтии и Украины в том числе. Ведь район проведения учений – приграничные районы Белоруссии и Российской Федерации с Польшей и Балтийскими странами, а также Украиной. Поскольку Российская Федерация уже неоднократно концентрировала войска и технику вблизи украинских территорий и продолжающаяся война на Донбассе, В Украине начинаются одновременные учения «Несокрушимая стойкость-2017» с привлечением войск и оперативных резервов. Одновременно на Западной Украине проводятся многонациональные учения «Быстрый трезуб-2017» с участием военных США, Великобритании, Канады, Германии и других стран НАТО. При этом вводится особый режим контроля за границей Украины с Российской Федерацией и Белоруссией, как страной-союзницей России. В это же время начинаются многонациональные военные учения «Грузия-НАТО» Эджиус-Пири-2017 или же «Проворный дух-2017» с участием морской пехоты США. Одновременно в Польше проводятся многонациональные учения «Драгон-2017» с задействованием авиации и флота. Идет отработка не только оборонительных действий, а и наступательных с элементами форсирования рек. Задействовано 17 тысяч военнослужащих и 3,5 тысячи единиц военной техники. В это же время в Швеции проводятся самые крупные за предыдущие 20 лет многонациональные учения «Аврора-2017», а в Латвии проходят учения для высших военных чинов НАТО, куда прибыло порядка 40 человек высшего офицерского состава из различных стран. Одним из акцентов обучения является оперативно и планированным многонациональными силами при обороне от агрессии. То есть потенциальный руководящий состав на случай агрессии уже находится на месте. Они должны были руководить в том числе и прибывающими силами союзников в случае российского вторжения. В 2018 году ситуация не изменилась, и этот год установил также рекорды. Следует отметить, что учения НАТО разделяются на два типа. Это, собственно, сами учения, проводимые Альянсом НАТО, где планирование и организацию проведений проводит сам Альянс, а также учения национальные и межнациональные, которые организовываются страной-членом НАТО или странами-членами НАТО, и в которых могут принимать участие другие страны данного блока. Так вот, проводимые в июне 2018 года национальные учения в Литве Перкуно-Гриаусмос-2018, Латвии-Неджинс-2018 и Эстонии-Силк-2018 стали крупнейшими в современной истории этих стран. В то же время учения НАТО «Сайберстрайк-18» или же «Удар сабли-18» проходили параллельно с военно-морскими учениями «Баутопс-18» и литовскими национальными учениями «Гром Перкуно-2018» и воздушно-десантные учения «Быстрый ответ-18». Являются составной частью учений «Удар сабли». Учение спецназа «Пламенный меч-18» было связано с учениями Европейского командования силами специальных операций США «Троянский след-18» и крупнейшими национальными учениями вооруженных сил Литвы «Гроза-2018». При этом учения «Сомкнутые щиты-2018» организованы на базе Центра киберзащиты НАТО в Таллине в апреле 2018 года, в которых приняло участие более тысячи киберэкспертов из 30 стран, были самыми масштабными подобного рода учениями в мире. Ответ на данные учения со стороны Российской Федерации был, как и ранее, продолжение постоянных масштабных проверок на боеготовность. В сентябре начинаются самые масштабные российские военные учения с 1981 года, в которых принимали участие свыше 300 тысяч военных и 36 тысяч единиц техники. В этот раз учения охватывали Центральный военный округ и Восточный военный округ Российской Федерации. В них участвовали и китайские военные. Осенью, в ответ на масштабы российских прошлогодних учений «Запад-2017» в Норвегии стартовали самые масштабные учения НАТО со времен противостояния НАТО и СССР. А для Норвегии это были крупнейшие военные учения с 1980-х годов. Проводятся учения «Единый трезуб-2018», в которых приняли участие около 50 тысяч военных НАТО. Были задействованы 65 боевых кораблей, 250 самолетов, 10 тысяч единиц техники. Со стороны США принимал участие авианосец Гарри Трумэн, который несет до 90 боевых самолетов и вертолетов. Сценарий учений предполагал совместные действия в случае нарушения суверенитета Норвегии, члена НАТО. Однако, помимо собственно официальных союзников, в учениях принимали участие силы нейтральных стран Швеции и Финляндии, а также украинские военные. Климат региона проведений напоминает условия России. Именно поэтому в Москве заявили, что эта тренировка направлена исключительно против Российской Федерации. В целом же по 2018 году количество войсковых проверок России и их масштабы увеличились на 50% по отношению к предыдущему году. И проходили они параллельно во всех военных округах Российской Федерации, о чем заявили в Российском военном ведомстве. В 2018 году произошел инцидент с захватом двух украинских катеров и буксиров в Черном море, недалеко от Керченского пролива. Против маленьких катеров и буксиров был задействован целый флот, береговая охрана, авиация, открыт огонь по катерам и осуществлен таран буксиров более крупным кораблем. Буксиров, который прекратил движение и не оказывал сопротивления. Впрочем, как и катера. В результате чего пострадали украинские моряки, а также судно. Такие жесткие и неправомерные действия против не оказывающих сопротивления катеров и буксира, и тем более в нейтральных водах, вызвали очень резкую и жесткую реакцию цивилизованных стран мира. Противостояние только усилилось. Ввиду сложившейся обстановки в Украине в ряде граничащих с Российской Федерацией и Молдавией областей, было введено чрезвычайное положение, усилена боеготовность. Цивилизованный мир осудил неправомерные силовые действия Российской Федерации, перечислив их к очередной агрессии. Стало ясно, что морские акватории теперь тоже в опасности, и в следующие годы будет сделан акцент и на морских учениях, и дополнительном военном присутствии НАТО в Черном и Балтийском морях в частности. В целом же, после взаимных масштабных демонстраций к готовности вооруженных сил обеих сторон противостояния, в предыдущие годы 2019 год был более спокойным, потому что с обеих сторон не планировалось и не происходило крупных военных учений, хотя в сумме количество учений, в том числе и национальных, возросло, просто они не имели такого ярко выраженного масштаба, либо проходили относительно далеко от общих границ в Европе. Однако недоверие и противостояние по-прежнему сохранялось. Так, в апреле 2019 года в странах Балтии стартовали первые военные учения. Во время этого в частях 3-й гвардейской танковой армии и подразделениях ракетных войск и артиллерии Западного военного округа Российской Федерации были организованы проверки на боеготовность войск за зимний период обучения. Одновременно такие же проверки российских войск проходили в Молдове, в Приднестровье. При этом 1 апреля на просторах России начались масштабные военные проверки Восточного военного округа и Центрального военного округа, во время которых было проведено около 100 крупных военных учений. 10 апреля начались проверки Южного военного округа. В июне крупных военных учений в приграничных с Российской Федерацией странах НАТО не происходило, а все намеченные учения были проведены с меньшим числом военных и техники, чем в предыдущий 2018 год. Поэтому российские военные сконцентрировались на проверках снова в Центральном военном округе. Хотя и количество проверок боевой готовности подразделений, соединений воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа в 2019 году выросло на 25%. Особое внимание Альянса было уделено учениям по противоракетной и противовоздушной обороне, а также учениям по подготовке подводных лодок, морских и воздушных сил противоводочной обороны. То есть год выдался относительно спокойным, или же может это было всего лишь затишье перед бурей. Так в 2020 году планировались крупные учения НАТО «Защитник-2020». Более 20 тысяч американских солдат и 2 тысячи танков должны были высадиться на восточном берегу Атлантики и начать движение в сторону Германии, а также на берегу Северного моря в Бременхарфене. Всего же в данных учениях планировалось задействовать 37 тысяч военных из 18 странах. Это должны были быть самые масштабные за последние четверть века учения с переброской войск в Европу. Однако ситуация в мире заставили руководство НАТО изменить в планы. Данные учения состоялись, но в гораздо меньшем количестве. При этом США отработали систему массовой переброски войск и техники, показав миру и прежде всего Российской Федерации свои значительные возможности. При этом многие учения стран НАТО и национальные учения участников блока были отменены. Между учениями «Защитник-2020» многие военные аналитики уже проводили параллели, сравнивая их с учением «Рефорджер» эпохи Холодной войны в Европе. Они имитировали развертывание войск, сил и средств Североатлантического альянса в Западной Германии в случае конфликта с Советским Союзом. Проводились мероприятия по отражению вторжения геопатетического противника, обладающего примерно равными оперативными и боевыми возможностями с блоком НАТО. Естественно, сразу становится понятным, какой противник имелся в виду и против кого все это было направлено. Реакция со стороны Российской Федерации была понятна. «Организация Североатлантического договора НАТО собирает у границ России ударный кулак, усиливается свое военное присутствие в Восточной Европе в непосредственной близости от России», сообщил официальный представитель МИДа РФ. Ее комментарий был опубликован на сайте ведомства. «По словам США, систематически наращивают группировку своих вооруженных сил в Восточной Европе, вблизи границ с Россией, а также увеличивают финансирование военных программ в этой сфере». Вот и теперь ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что потенциальным противником в рамках данных учений является Россия. В качестве подтверждения она привела заявление министра обороны США Марка Эспера, который он сделал 5 марта о том, что целью учения является желание послать некий сигнал России, чтобы заставить изменить ее плохое поведение. В свою очередь и в Российской Федерации характер проверок поменялся. Акцент сместился в сторону проверки профессиональной выучки солдат и офицеров, вопросам мобилизованной готовности и боевой подготовки, состояния вооружения и военной техники и так далее. В результате ранее изложенного материала можно говорить о том, что в целом характер противостояния между НАТО и Российской Федерацией достиг уровня, который был присущ временам Холодной войны между СССР и НАТО. То есть в мире разгорелась вторая Холодная война, которая началась из вторжения России в Украину и реакции западных стран на такие действия Российской Федерации. Именно этим объясняется резко возросшая после агрессии против Украины интенсификация военных учений, передислокация войск и техники, подготовка войск и военной инфраструктуры и военных систем, особенно вблизи противоборствующих стран, вблизи их границ. Это подтверждает и масштабы военных учений, и характер, и направленность, и координаты проведения учений. Более того, по некоторым аспектам, степень второго противостояния превзошла первая. Потому что в Первой Холодной войне существовал взаимный договор об ограничении систем противоракетной обороны, так называемый договор по ПРО, от 1972 года. В 2001 году США вышли с этого договора, и он прекратил действие в 2002 году. После этого страны стали иметь право развивать и размещать системы ПРО в зависимости только от своих потребностей и желаний. С 1990 года действовал договор об обычных вооружениях и силах в Европе, известных как ДОВСЕ. Важность этого договора заключается в том, что он устанавливал равновесие обычных вооружений, сил государств, участников двух военно-политических союзов на пониженном уровне, одновременно ограничивая возможности размещения их в обычных вооружениях вдоль линии соприкосновения между блоками и препятствуя таким образом созданию потенциала для внезапного нападения и проведения крупномасштабных наступательных действий в Европе. После распада СССР и расширением НАТО на восток, этот договор, только уже в обновленном варианте, также действовал. Но в 2015 году, после оккупации украинских территорий и ответными действиями на это со стороны НАТО, Россия приостановила свое участие в нем. Теперь стороны могут размещать в Европе на своих территориях, в частности в приграничных регионах, войска и вооружения, технику в любых количествах в зависимости от личных усмотрений. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписанной в 1987 году. Данный договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений. Стороны обязались уничтожить все компоненты баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней, то есть от 1000 до 5500 км и меньшей от 500 км до 1000 км дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. После неудачных попыток договориться, тем более на фоне агрессии против Украины и начале противостояния в Европе, Соединенные Штаты Америки в 2019 году выходят из этого договора. Перед этим военные США не раз просили Российскую Федерацию не развивать оперативно-тактические ракетные комплексы, которые напрямую нарушают этот договор. Указывалось, что ракеты «Искандер» полностью нарушают договор, так как максимальная дальность ракет по договору устанавливалась до 500 км. Но, как оказалось, российские ракеты имеют намного большую дальность. Например, на одних испытаниях ракета комплекса «Искандер-М» пролетела более 600 км. И это уже существенно больше, чем было установлено договором. И это еще только начало. Ведь далее, для пусковых установок «Искандера» в России разработали новую ракету «Р-500». Комплекс стал называться «Искандер-К». В дальнейшем пусковая установка могла перевозить и запускать как баллистические ракеты комплекса «Искандер-М», так и крылатые ракеты «Искандер-К». То есть крылатые. Эти ракеты «Р-500» имели повышенную дальность, которая составляла 2000 км. А это уже в 4 раза дальше, чем было установлено договором о ракетах средней и малой дальности в Европе. Эти комплексы Российская Федерация размещала в том числе и в Калининграде, откуда очень хорошо накрывало большинство стран Европы. То есть Российская Федерация грубо нарушала ракетный договор, и естественно, что Соединенные Штаты Америки сразу же с него вышли. Теперь создание и размещение любых ракет в любом количестве в мире зависит только от индивидуальных интересов и желаний стран. Это говорит о том, что между участниками нового противостояния уже нет никаких преград в усовершенствовании и создании и размещении, в том числе и в количественном плане, новых видов вооружений, ракетных вооружений и размещении в Европе. Войска могут размещаться вблизи противоборствующих стран и блоков в любом количестве, как и новые вооружения и техника, в том числе и ракеты, которые могут быть использованы как носительные, в том числе и ядерного оружия. Вслед за этим Россия разместила в Калининградской области вблизи с западными границами еще больше оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», а США и страны НАТО усилили авиационную составляющую, в том числе и за счет самолетов, приспособленных нести ядерное оружие. Воздушные учения с бомбометанием уже неоднократно были проведены в ходе противостояния с обеих сторон, впрочем, как и пуски ракет различного класса. В то же время с обеих сторон идет усиленная работа над усовершенствованием систем ПРО, а также ее размещение вблизи границ противоборствующих стран. Так новые базы противоракетной обороны НАТО заступили в Польше, Румынии, а крейсера «Иджис», которые входят в систему американской противоракетной обороны и используют зенитные управляемые ракеты, размещены в морской акватории Европы, в частности, в Северном и Средиземном морях. Их используют Норвегия, Великобритания, Испания, Япония, Южная Корея и другие государства. Страны активно начали закупать американские зенитные ракетные комплексы ЗРК «Патриот», которые могут быть использованы в системе общей противоракетной обороны. 21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео официально объявили о выходе США из договора по открытому небу 1992 года. Однако оставляют за собой право вернуться, если Россия снова начнет соблюдать свои обязательства. 22 мая официальные извещения были отправлены всем участникам договора, а через 6 месяцев после официального уведомления о выходе 22 ноября США перестали быть его участником. Одной из причин выхода США из данного договора стала аннексия России Крыма. Вот что указано в официальном заявлении госсекретаря. Россия отказала в доступе к наблюдательным полетам в пределах 10-километрового коридора вдоль своей границы с грузинскими регионами Абхазии и Южной Осетии, настаивая на ложных утверждениях о том, что это оккупированные территории являются независимыми государствами. Обозначенные Россией аэродромы для дозаправки авиации открытого неба в Крыму, то есть в Украине, являются попыткой выдвинуть претензию на узаканивание аннексии полуострова, которую Соединенные Штаты не принимают и никогда не примут. Россия также незаконно ввела ограничения на дальность полета над Калининградским регионом, при том, что этот анклав стал местом значительного наращивания военной мощи, включая нацеленные на страны НАТО ракеты ближнего радиуса действия с ядерными боеголовками, сказано «Российская Федерация превратила договор по открытому небу в инструмент запугивания и угроз», — добавил он. «Мы можем пересмотреть наш вывод, если Россия вернется к полному соблюдению обязательств по договору», — отметил Помпева. По его словам, Российская Федерация грубо и постоянно нарушала соглашение, что подорвало его основную функцию — доверие, породив угрозы безопасности США. Как показывают факты, любые договора, которые действовали со времен СССР и после его распада между США, НАТО и Российской Федерацией, уже не являются значимыми и легко разрываются, ввиду полного недоверия к друг другу с обеих сторон и невыполнением России своих обязательств, и действиями, которые тем или иным образом нарушали и обходили эти договора. В итоге от договоров стали отказываться, усиливая военную составляющую для обеспечения безопасности. В июне 2020 года в Российской Федерации был принят новый документ — указ Президента Российской Федерации про основы государственной политики России в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия, при которых страна может применить ядерное оружие. Такой документ в Российской Федерации был опубликован впервые. А решение о применении ядерного оружия принимается Президентом России при возникновении условий, которые определяют возможность его использования. Одним из условий применения такого оружия может быть агрессия против России с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено именно существование государства. То есть такими документами власти Российской Федерации пытаются играть на опережение, в частности с возможным столкновением российских военных с НАТОвскими. Ведь в обычных вооружениях Россия практически полностью уступает НАТО по всем направлениям, о чем мы также более детально узнаем в наших следующих сериях. В итоге паритет Российской Федерации с альянсом держится исключительно на ядерном сдерживании. Поэтому в России боятся конфликтов с НАТО с использованием исключительно обычных вооружений. Возможно, с принятием такого документа в России попытались играть и выиграть для себя более широкие возможности с применением обычных вооружений и сил, как правило, в соседних с Россией государствах, которые существенно уступают ей в количестве вооружений и численности армий, при этом пугая Запад ядерной дубинкой. Цель проста – выиграть время и создать условия для выполнения максимального числа национальных интересов Российской Федерации, при проведении агрессивной политики по отношению к соседям – мирным государствам. То есть вести подрывную деятельность у соседей, которые остаются с агрессором один на один. Но пока власти Российской Федерации смотрели на тактические шаги по устранению контроля в соседних бывших республиках, в блоке НАТО делали шаги стратегические. А именно, с окружением Российской Федерации своими базами и размещенными военными контингентами. Поэтому, понимая это, в Российской Федерации и пришлось принимать подобные документы по применению ядерного оружия. При этом именно действия Российской Федерации подтолкнули постсоветские страны вступать в НАТО, а именно, агрессивные действия Кремля, способствовали тому, что НАТО теперь оказалось вплотную у границ Российской Федерации. До конфликта с Украиной НАТО в Европе разоружалось в Балтийских странах не было иностранных баз и контингентов, в Польше не было ни баз про, ни иностранных военных. Украина оставалась нейтральной по Будапештскому меморандуму и ее нейтральность была закреплена в Конституции Украины. А теперь придерживаются все только одного пути – безальтернативного пути в НАТО, и это все после нападения России на Украину. Ведь после нападения России на Украину Украина перестала быть нейтральной и захотела в НАТО. Будапештский меморандум фактически оказался абсолютно никаким. Поэтому альтернатив для вступления НАТО у Украины не оказалось и она уже на законодательном уровне будет идти и в НАТО и в Европейский Союз. То есть внеблоковость Украины, закрепленная в Конституции Украины, была нарушена нападением Российской Федерации на Украину. В общем, большинство стран Европы поняли, что их безопасность может быть только в условиях членства в НАТО. Любые разговоры и сообщения о том, что на НАТОвские базы направляются ядерные средства, берутся под прицел военными РФ, уже никого не пугало. Более того, от подобных заявлений они как можно быстрее старались интегрироваться в Альянс. Потому что все увидели, что произошло с Украиной, с нейтральной страной, законодательно внеблоковой. Отныне быть нейтральным и внеблоковым стало чересчур опасно, имея рядом такую огромную рашистскую угрозу, которая единственное, что и умеет, так это нападать на более слабые в военном плане государства. Наряду с интенсификацией и увеличением масштабов военных учений, такие действия могут говорить только об одном. Мир вступил в новую гонку вооружений и противостояния, в новую, уже вторую холодную войну, и началась она именно с агрессии России против Украины. Да, как показывают факты, именно со вторжения в Украину России и оккупацией части ее территорий, Российская Федерация нарушила баланс сил в мире и общие установленные правила в нем. В частности, по пересмотру существующих границ стран с помощью военной силы, и тем более оккупацией их территорий. Но не только Российская Федерация вела себя агрессивно. Ее восточный сосед, коммунистический Китай, уже давно вынашивал планы в доминировании в Восточном регионе. Не раз были конфликты и шли споры с ближлежащими странами. Китай практически со всеми своими соседями имел территориальные споры. Впрочем, как и Российская Федерация. Два авторитарных государства, имеющих претензии ко всем соседям. Например, у Китая с Монголией, Индией был конфликт. Был с Российской Федерацией, Вьетнамом, Филиппинами, Японией и т.д. В районе Южно-Китайского моря и Южных Японских островов задействовался флот, авиация противоборствующих стран. Нередко в такие локальные территориальные противостояния вмешивался и американский флот, и авиация. А чего стоит ситуация с Тайванем и возникшие в 2020 году обострения с Гонконгом, где неотъемлемым участникам явились США? Агрессивная политика Китая привела к тому, что в 2020 году Америка пригрозила Китаю санкциями в ответ на продрывную антидемократическую политику в Гонконге. Немного ранее со второй экономикой мира у США случилась торговая экономическая война, в которой Китай пошел на уступки, смирившись с американскими новыми пошлинами и ограничениями на китайские товары. При этом США установили с Китаем новые правила игры в торговле, а также в использовании технологий, защите интеллектуальной собственности и так далее, которые Китаю также пришлось принять. Чуть позже Вашингтон разорвал все связи с Всемирной организацией здравоохранения ВОЗ, ведь последняя не сумела провести нужные реформы и не оправдала ожидания президента США Дональда Трампа. В частности, Трамп подчеркнул, что хотя США представляли детальный план реформирования этой организации, в ней отказались пойти навстречу. А также заявил, что организация полностью контролируется Китаем. При этом в 2020 году президент США издал прокламацию, чтобы ограничить въезжать граждан КНР, связанных с организациями, которые реализуют или поддерживают стратегию слияния китайских военно-гражданских технологий, МСФ. Дело в том, что в КНР была принята программа, которая предусматривала возможность использования обычных гражданских исследований и технологий, в том числе и в военных целях. В связи с этим появилась ответная программа Вашингтона, которая ограничила въезд в Соединенные Штаты гражданам, не являющимся иммигрантами из Китая. По визам F или G, для исследований и учебы. То есть все, что касается аспирантуры и другой научно-исследовательской деятельности. Исключение сделают для студентов, прибывших в страну на законных основаниях, то есть только для учебы в университетах без дальнейших углублений деятельности. В прокламации также утверждается, что Китай крадет американские технологии, что угрожает безопасности экономики США. Стратегию МСФ Трамп назвал попыткой КНР создать самые технологические и продвинутые вооруженные силы в мире, то есть гонка вооружений с Китаем также уже идет. Впрочем, как и размещение новых баз, военных контингентов, систем и объектов с обеих сторон. Увеличилось и количество военных учений и их масштабы. Идет военное усиление Тихоокеанского и Азиатского регионов, которые в стратегии развития США были приняты как один из главных приоритетов США. В мае 2020 года Министерство торговли США ввело санкции против 24 китайских коммерческих и правительственных организаций, которые по утверждениям американских властей импортируют из Соединенных Штатов товары и технологии для создания оружия массового поражения и военных нужд. После этого министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что некоторые политические силы в США подталкивают их страны к новой холодной войне. Такими заявлениями Китай, по-видимому, пытался сдерживать эскалацию противостояния, понимая, что он полностью зависит от Запада технологически и экономически, потому что основной экспорт КНР осуществляется в Америку и Европу. Выходит, технологии получает он от США и ЕС, а продукцию на основе этих технологий продает им же. Выходит, что будет после закрытия западного рынка для Китая? Где он будет черпать новые технологии и куда он будет продавать свои товары? И главное, какие это будет иметь экономические последствия для самого Пекина? В плане технологий разрыв в отставании от Запада усилится, поэтому в Китае хоть и понимают, что вторая холодная война началась, они пытаются выиграть время, чтобы максимально укрепиться и иметь как можно меньше экономический и технологический ущерб. Поэтому участие Китая во второй холодной войне поначалу было минимальным. В Пекине хотели максимально оттянуть время более жесткого противостояния. Именно поэтому нет четкой даты вступления Китая в эту войну, ведь Китай изначально имел некий уровень противостояния с США, который вместе с ростом экономики Китая постепенно только усилился. Но события 2020 года показали, что Китай уже не сможет находиться в стороне и что на его действия теперь крайне решительно отвечает Вашингтон. В мире уже не осталось ни у кого иллюзий, что новой холодной войны удастся избежать, остановить. В мире уже давно все осознали, что противостояние усиливается, а вторая холодная война набирает обороты. На этом наша девятая часть видеообзора подходит к концу, а следующее будет Вам представлено в конце данного видеообзора. Ссылочка также имеется в описании видео. Отдельная благодарность автора всем, кто помогает каналу. Ваша помощь очень важна. Ставьте лайк, распространяйте видео в интернете, соцсетях и на форумах. Пишите Ваши комментарии и подписывайтесь на канал. Ожидайте новое интересное видео. Спасибо за просмотр.